Каким жанром будут вдохновляться рэперы в сезоне «Осень-зима-2023»? Отвечать будет обладатель премии «Мем», вышедший из-под контроля. Я понимаю, какие жанры сейчас будут актуальны. Ну, 100% сейчас уже делают и будет актуальным джерк, 100%. Так что в этом видео мы разберемся в звучании джерка на примере двух треков. Для джерка типично немножко такие странные, невпопадные мелодии с таким вайбом некоторой незавершенности или вайбом мелодии, которые ты пишешь впервые, открыв FL. Об этом говорит само название, потому что джерк в переводе означает «Придурошный». А джерк тип бит – это, естественно, удар рывкового типа. Так что в мелодии могут быть и звуки из Nexus 2 из 2011 года, так и новомодные свистелки из Serum. Аккорды джерка – это в основном мажорные септаккорды, прям как в этом треке. Кроме аккордов в этом треке есть какая-то контр-мелодия, вокальная текстура и простейшая мелодия, лидирующая из четырех нот. И все это замешано в такую кашу, что отдельные элементы разобрать очень сложно. И это одна из особенностей джерка. А в джерковых ударных всегда используется один и тот же ритм на снерах, и ему всегда что-то подыгрывает. 100% там будет open head, целом может быть все что угодно. И клэпы, и хеты. И в джерке всегда должны быть голосовые чопы. Самый распространенный – это звук «эээ». И дранка всегда не на переднем плане, потому что на переднем плане его величество восьмсот. Почти всегда он длиннющий, занимает огромное место в миксе и просто размазывает все инструменты апклиппер. Еще важная фишка – это резкое замедление или ускорение трека с повышением или понижением питча, соответственно. А темп в джерке начинается от 170, идет до 220, 30 и далее. И все эти особенности звучания я выяснил, прослушав плейлист джерка на спотике из 82 трека. Точнее, прослушав его дважды. И я думаю, такие страдания точно заслуживают твоего лайка прямо под этим видео. А теперь из всех этих элементов соберем свой собственный тайпик, тот же темп 190. Основной инструмент – это вот такие вот типа клавишные атмосферные из Нексуса. Главными аккордами у меня будет фа мажор и до мажор вот с таким вот ритмом. Добавим к каждому аккорду четвертую ступеньку. Да, так звучит прикольно, но звучит слишком высоко, так что давайте корневые ноты аккордов сбросим на октаву вниз. А вот эти дополнительные ступеньки тоже сбросим на октаву вниз, чтобы получилось. Ага, хорошо, Ctrl-B. Но звучит как-то даже слишком джерково, так что давайте вот этот аккордик мы уберем, сократим его просто до нотки до, то есть С. И всему этому будет подыгрывать какой-нибудь атмосферный П, только на более низких нотках. И он будет играть просто по ноткам аккордов. Но единственное, можно, наверное, вот здесь эту нотку поднять на октавку, то есть заходик такой сделать. А если на Е ее опустить? Нормально. Еще возьму вот такой вот арп. Только я не хочу, чтобы он был ту-ду-ду, ту-ду-ду, я хочу, чтобы было две нотки ту-ду, ту-ду. Поэтому я не буду перебрасывать на него аккорды полностью, я просто пропишу на каких-то нотках. Тут будет пусть G, вот так, Ctrl-D. Только он звучит слишком быстро, так что Half-Time. С Half-Time на 1,4 и с Pancake на все 100% прикольно звучит, такое движение появляется. Ну и во сколько мы делаем максимальную комплектацию, а в оригинале есть вокальная текстура, так что добавим и свою собственную вам ажор, Adlib. Вот это хороший сэмпл. Ничего в нем ровнять не надо. Для красоты роняем ему форманту на минус 10, добавляем реверба и... И он прям очень сильно уходит назад, но такой атмосферы добавляет. Ну и как в оригинале на переднем плане простой сэмпл с простой трехнотной мелодией. По-моему, достаточно странно, прикольно и незавершенно звучит. А про сам этот жанр и его возможную судьбу на СНГ пространстве очень точно и емко сказал мистер Токсис. Так что ему и слово. За последние года три в русском рэпе происходит то, что рэперы берут какой-то очень маленький, неочевидный жанр запада и делают его очень большим... И да, изначально это был Танис, который трансформировался в очень странный и супер нишевый стиль музыки. И естественно, как только он набрал хоть сколько-то слушателей, он начал трансформироваться. И в плейлисте на спотике есть как совсем дичь, так и супер вайбовые треки, типа тех двух, что я расковырял в этом видосе. И если Токсис окажется правым, то СНГшный джерк сохранит ритм с нервом, вокс-эй и сольется в единый поток с опиумом, нью-джазом и плейбой-карте Тайп-М. Таков путь нишевых жанров, которые пришли к нам в гости. И это кайфово. СНГшная культура самая постмодернистская в мире. И если кто-то скажет тебе, что она байтерская, то знай, что этот кто-то просто не смог ничего сбайтить и не сильно спалиться. Я когда очень сильно чем-то вдохновлен, я могу себе позволить, типа вот, написать что-то похожее. А самый кайф, что пришедшие жанры всегда получают новый звук и свои особенности, которых не было у оригинального стиля. Потому что каждый уважающий себя СНГ-рэпер научился правильно вдохновляться в детском лагере. А драмки обоих бытов я возьму из вот этих паков. Они довольно легко гуглятся и, по-моему, они бесплатные. Главное, конечно, это СНЕР и РИТМ вот примерно какой-то вот такой. Или... Да, повыше, поприкольнее звучит. Вот этот заходик потише. Дублируем. И можно попробовать сделать какую-нибудь вот такую штуку. Да. И вот здесь какую-нибудь пробежечку. На первый удар придется вот такой Open Head. И в настроеках Stereo Delay крутанем ему. Еще будет второй нерасширенный Open Head перед СНЕРами, которые тут могли бы быть, но их на стандартном месте Клэпа не будет, только в самом конце. Такой заходик небольшой. Типа просто он акцентно к СНЕРу играет. Ну и уже совсем точно необязательная вещь. Это закрытый хэд. Пробежка на начало второго и четвертого такта. Вот так вот. Ну, вроде бы, да. Дублируем на четвертый такт, только еще сильнее замедлим. И обязательный бокс. Он будет располагаться на слабую вторую долю первого и третьего тактов. Вот так. То есть там, где мог бы быть Open Head. Вот все драмы готовы, но осталась какая-то мелочь. Что же это? 808. Отыграет он какой-то совершенно стандартный трэповый парт. Только чуть-чуть погромче. И все это разгоняется в клипер, если его отключить. Ну, как-то звучит. Ну, вот так круче. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть прямо под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Развитие можно сделать из ускорения, то есть за ресамплить и ускорить. Это мы сделаем, но перед этим я хочу еще кое-что добавить. Make Unique. Сделаем второй паттерн, который сделаем более трэповым. Клэп в стандартном месте. И максимально простой, но трэповый кик. Но главный прикол это вот эти воксы. И чтобы поддержать эти изменения, мы можем 808 первые ноты перенести на октаву вверх. Ммм, да, только убавить. И Make Unique в воксе. И поднять его на октаву. Только убавить. И вот этот кусок мы ресэмплим и ускоряем. Дублируем, выделяем, Ctrl-Alt-C. Enable Master Effect я отключу, чтобы оно заресэмплилось без дисторшена от баса. Ну и теперь все это сжимаем на... На один такт. Если делать заходик на это, то можно сделать следующим образом. Вот это дублируем снова Make Unique. Возвращаем ему стандартный тайм. Отрезаем вот этот кусок и просто... Но так звучит скучно. И что мы можем сделать? Во-первых, мы можем сделать им небольшой fade out. Во-вторых, третий мы можем сделать Make Unique. Растянуть его чуть-чуть вот так вот и вот так. И получается какой-то такой переходик. По вступлению будут все инструменты и 808-й, наверное. Его тоже ресэмплим. И просто подниму его на три полутона. И вот эту часть я, наверное, зациклю. Да, неплохо. Первый вариант джерка готов и на очереди более мелодичный и благозвучный. Структура этой мелодии похожа на прошлый трек. Тут тоже мажорные септ-аккорды, арпеджио, какая-то контр-мелодия. И сами синты по звучанию тоже похожи. Но в прошлом бите было два такта мелодии, а здесь целых восемь. И звучит все в целом более аккуратно и более мелодично. А в бите появился клэп на стандартном месте. Кик с расширенным опенхэтом. И в целом звучание по-прежнему немножко дурацкое. По-прежнему снэр отбивает тот же самый джерк ритм. И 808-й по-прежнему вдавливает все инструменты в клиппер. То есть все элементы похожи, но из них собрана чуть более аккуратная, чуть более мелодичная штука. А второй вариант звучания, то есть развитие этого трека, это прямая бочка и чуть измененный ритм снэра. Ну и естественно в конце все это ускоряется. Потому что эти ускорения супер характерная черта джерка. Ну и из этих элементов соберем свой мелодичный джерк-тайп. Поможет нам в этом экспенд с каким-то стандартным е-пиано. И довольно стандартная для современных свистелок прогрессия аккордов 6, 5 и 1. Первый аккорд мажорный, второй аккорд должен быть минорным, но мы заигнорим это и сделаем его тоже мажорным. И на первой ступени аккорд минорный. Но добавляем четвертую ступень, делаем его септ-аккордом, как и в прошлом варианте. Звучение такое задумчивое и немножко дурашливое, нам оно и надо. Ритм какой-нибудь... Вот такой. Только нужно сделать какое-то обращение. Нижние нотки корневые продублируем на октаву вниз. Ctrl-B и последний аккорд, который у нас первая ступень, который А-шарп минор, я хочу поменять на С-шарп мажор. О, да, то что нужно. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, то самое время подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепил, так что подпишись прямо сейчас. А мы продолжаем. Как и в прошлом бете будет арт, только тут мы просто продублировали на него ноту аккорда. Уберем только нижние нотки. Прикольно, но сюда так и просится Half Time. Поднимаем на октаву. Вот теперь то, что нужно. И чуть более сложная основная мелодия на каком-то лиде. В прошлый раз было три нотки, сейчас нужно побольше, типа. Вторую половину нарисуем мышкой. И вот здесь тоже нужно. Только она выбивается немножко мелодия, нужно ее немножко загнать на задний план. Для этого использую один из любимых пресетов Down the Tube из Portal. И файзер. Подошел бы, наверное, FL-овский, но просто я ткнул на артурьевский со стандартным пресетом. Меня полностью устраивает. Он становится такой общей частью движения бета. То есть мы снова просто размазываем все в карте. И для куска с прямой бочкой я хочу добавить немножко другое арпеджио вместо этого ляда. На таких вот базовых колокольчиках. Просто какое-то движение раз в такт по ноткам аккордов. Только естественно, что мы на него накинем? Half Time. Очень прикольно, по-моему, звучит с Half Time. Еще я Portal сюда накинул. Второй свой любимый пресет Crystal Line Accent. Также Dry наполовину примерно, как и в прошлый раз. Но одновременно с колокольчиками лить звучать не будет, потому что тогда каша станет слишком густой. Кик будет отыгрывать в меру дикую партию. Ну, кика довольно много, но в основном дикая она будет казаться из-за того, что темп 225 ударов в минуту. Кик копируем на Open Head. Убавляем его. И расширяем, просто покрутив в настройках Style Delay. Снэр будет отыгрывать примерно то же самое, что и в прошлом бете. Тоже какие-нибудь такие заходики аккуратненькие. Дублируем это еще на два такта, без первого звука. И остались Vox и 808. Vox я расположу примерно так же. Но в этот раз ему будет отвечать вот этот такой более олдовый, коньевский, по-моему, Vox. Их дублируем на 808, F sharp, F, здесь он переходит на A sharp, так что здесь нарисуем какой-нибудь слайдик, слайдик, слайдик. Да, отлично. Этот бас каноничный, такой джерковский, но мне хочется, чтобы вот эти звуки отыграл более короткий, такой типа Zay Spins. Обязательно расширенный. И вот этот басец, который вот так вот расширим, будет отыгрывать. Вот эти звучки, по-моему, прикольно звучит. Сделаем кусок с прямой бочкой. Ctrl-C, Ctrl-V на OpenHead. Но кроме этого, я еще хочу, чтобы было вот так, с небольшим понижением постоянно. Снэр будет играть вот так. Раз в два такта. 808 тоже будет прямым, и здесь у нас переход с F sharp на F, так что будет такое ускорение на басе. Я думаю, добавлю еще один A вот сюда. Ну и чтобы не путаться, паттерн с первой частью мы назовем P1, а паттерн со второй, соответственно, P2. И теперь, когда мы засплетим их по ченнелам, каждый паттерн будет вначале иметь название P1, а потом название самого звука. Ну и, конечно, пора сделать ускоряшку. Ctrl-Alt-C, также Enable Master Effect я отключаю. Сокращаем только здесь, наверное, только наполовину такта, из-за того, что сам темп уже выше, и, соответственно, ускорение будет более ускоренным. И если мы ускорим на целый такт, то... Ну, по-моему, слишком быстро. И переход на него будет просто в лоб. По-моему, прикольно звучит. Ну и можно какую-нибудь запиночку маленькую сделать, типа вот такой вот. Да, прикольно звучит. А вступлением будет вот этот электропиано. Только вот здесь я хочу сделать зацикливание. Но ресампленная версия лучше для зацикливания, так что ее make you niche. Чтобы вернуть ей ее темп, берем вот этот маленький кусочек и делаем тун-тун-тун. Вот теперь все готово. Вот такие биты сегодня получились. Если узнал что-то новое, понравилось видео или понравились биты, то смело ставь лайк под видосом. И допиленные версии этих битов лежат в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет новичкам. Узнать подробнее у меня, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, ведь видос-то тебя чем-то зацепил. И на этом у меня уже точно все, с вами был Стас Гарфпрод. Пока, буду ждать вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok